Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, премьи выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 3 августа, суббота, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к римлянам, глава 12, первые три стиха. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами в субботний день читаем отрывок из послания апостола Павла к римлянам. И в 12 главе апостол Павел затрагивает две темы. Это жизнь верующих, как служение Богу, и это Божьи дары благодати в служении Церкви. В первой теме, это тема «Жизнь верующих, верующих в Бога и служение их Богу», это тема, которая раскрывается в двух стихах. Апостол Павел говорит «Итак умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Здесь апостол Павел выдвигает на первый план и в свои защитники милосердия Божия, просит их ради него, не ради его слов, а ради него, ради милосердия Божия, потрудиться и исполнить те слова, которые обращает апостол Павел к своей аудитории в данном послании. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Апостол Павел предлагает отдаться человеку полностью в служение Господу, полностью и безраздельно. И это зафиксировано и в наших богослужебных текстах, в Таинстве Крещения, например. Мы говорим о том, что мы облекаемся во Иисуса Христа, и теперь уже не мы принадлежим не себе, а безраздельно принадлежим Богу. И апостол Павел предлагает нам стать неким орудием в руках Божьих, неким орудием мира, орудием в руках Божьих. То есть полностью предоставить свое тело в жертву святую, живую, благоугодную Богу. Вспомним 50-й Псалом. «Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Это и очень коррелирует с тем иудейским подходом к пониманию Бога служения, то есть служения Богу, не только в пространстве храма и мистическом пространстве церковной службы, но и в пространстве всей человеческой жизни. Поэтому и говорит апостол Павел «жертву живую». В иудейских храмах приносили жертвы, убивали их. Эти жертвы были как бы мертвы. Мертвы и символические, и фактические. Главная жертва для Бога была эта жертва человеческого сердца, которую человек должен был расположить к Богу. Иудеи же подходили более формально с внешней стороны и скурпулезно исполняли внешнюю сторону жертвоприношения. Господь же говорит о том, что мы должны изменить свои сердца. Об этом проповедуют нам и апостолы. И в сегодняшнем послании об этом и говорит апостол Павел «представьте тела ваши в жертву живую. Мы должны не во внешнем мире приносить какие-то жертвы, а прежде всего самим стать той жертвой, которая приносится Богу». Святую благоугодную для разумного служения вашего. В чем же заключается разумное служение в жертву живую благоугодную Богу? Об этом говорит прекрасно толкователь XI века, блаженный феофилакт Болгарский. Он говорит следующее. «А состоит разумное служение не в том только, чтобы обращаться к Богу посредством слов, но и в том, чтобы жить по-христиански, чтобы не царствовала в нас никакая бессловесная страсть, но всем управлял ум, и чтобы каждый был как бы архиереем для самого себя, заколая кроющиеся внутри себя зло, представляя себя всегда стоящим пред Богом и трепеща от страха при всяком действии и слове, подобно первосвященнику, предстоящему у жертвенника Божия». Итак, мы должны стать сами священниками, которые сами приносят себя в жертву, которые приносят свою жизнь в жертву Богу, и живут так, как будто приносят ежечасно, ежесекундно совершают богослужение. Об этом говорит и святоотеческое наследие, и современные богословы-проповедники о том, что нужно жить так, как будто ты всякий раз совершаешь богослужение. «Не сообразуясь с веком сим, но преобразуясь обновлением ума вашего». Обновление ума нашего происходит именно через две вещи – через чтение Священного Писания и через молитву прежде всего. А вся полнота этого обращения происходит только тогда, когда мы приступаем к таинствам церковным. Тогда действительно мы не только преображаемся, но и освящаемся благодатью Божией, кровью Христовой и примирением в таинстве и исповеди с Богом. Тогда действительно будет обновление ума нашего, не сообразуясь с веком сим, то есть не пытаясь адаптировать веру под сиюминутные современные течения и движения, а оставаясь твердым в своей вере, понимая, что Бог находится вне времени. Он есть владыка времени. И прежде всего, говорит апостол Павел, чтобы нам ум обновляется для того, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. В этом мире нам нужно искать воли Божией, прежде всего, не сообразуясь с веком сим в обновлении ума нашего. А это возможно только через церковные таинства и через нашу христианскую жизнь, как говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Далее в третьем стихе говорится о Божьих дарах благодати в служении церкви. Ведь каждый из нас находится в церкви в уникальном положении, в уникальном состоянии, со своим неким служением. И это не только служение священника у престола, не только служение певчего в хоре или свечницы у свечной лавки. Это служение каждого члена церкви, который присутствует на богослужении, и как все сотрудники храма, выходит потом в этот мир, дабы своим служением свидетельствовать миру о благодати. Поэтому благодатным может быть абсолютно любое служение, которым мы занимаемся, только если оно не входит в конфронтацию фактически с заповедями Божьими и с любовью Христовой. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждую Бог уделил. Не думать о себе более, нежели должно думать. Когда мы размышляем, мы должны прежде всего устремлять свой взор, устремлять свой ум в горне, за пределы самого себя и имея идеал всегда, которому мы стремимся в церкви, в церковном предании и, конечно же, следования за Господом нашим Иисусом Христом. И наше размышление о себе самих должны подвигать нас именно к развитию, к совершенствованию нас в жизни, нашей церковной жизни, в нашем христианстве. Наоборот, если же наше размышление о себе и наши мысли о себе приводят нас к надмиванию над другим человеком, тогда мы стали, конечно же, на путь неверный, на путь антихристианский. Поэтому думайте скромно по мере веры, какую каждому уделил Бог. Каждому Бог дарует дар веры. Но для того, чтобы Бог его даровал, нужно захотеть, чтобы Бог это сделал. И тогда в нас действительно вселится эта благодать веры, благодать радости в Господе Иисусе Христе. Мы делаем шаг. Нам важно слышать Слово Божие. И важно не просто слышать его физически, но услышать его в своем сердце. И к этому призывает нас сегодня апостол Павел. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе. И до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова